привет всем смотрящим эзрен вернулся в деревню где обидели его друга и он будет по-новому искать злодея мокрицу подекера и в этот раз надеюсь все-таки уничтожит его предыдущая была не совсем удачная но мы во время ушли и не пострадали тем не менее наша задача сейчас все-таки победить итак взрыв против мокрицы подекера наш и попали в засаду несмотря на то что прошлый партии в прошлой попытки победы мы оставили там наша лучница лучницу тут все равно образовалась засада энергетический снаряд эта штука хорошая она у нас даже есть в колоде и но по 2 очень даже не помешает итак нам надо проверить интеллект и чары на 4 а интеллект у нас до 12 плюс 2 за чары период что единственный вариант не получить этот энергетический ряд нас выпал ну как это так вот такие моменты хочется перепели перебросить перебросить но это вообще какое-то издевательство 2 энергетический снаряд был бы очень кстати очень даже очень кстати но и ничего не могу сделать так распорядилась судьба энергетический снаряд пропадает один из 12 шанс выкинуть надеюсь это компенсируется какой-то удачей более в таких серьезных проверках и так идем дальше убит over но дорогой ценой то есть мы должны перезарядить разряд молнии для этого нужно проверить чары на 6 и больше и 3 плюс 2 5 и это очень плохо то есть разряд молнии у нас идет сброс вместо того чтобы перезарядить на нет невозможностью 3 не взяли офиски сапоги нам оказались не по карману так ой что ж так монстров тут много и таких некрасивых опять он заснуешь такое и сейчас уже не сейчас уже не 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 убежать и так нам надо на этих трех кубиках выкинуть один хохо 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 хох ловкостью ловкостью на d6 его конечно не взять потому что тут только d7 надо мы можем перезарядить труба дура чтобы добавить еще один до 6 7 отлично перезаряжаем труба дура и забираем себе арбалет не знаю у нас зрен вооружился так как будто он не маг а боевой товарищ и последние три хода есть ядовитая ловушка закроем этот но как бы опять без шансов ловкость механика что у нас есть на ловкость у нас есть до 6 а ничего мы не можем скинуть ну я вынужден делать это благословение богов чтобы добавить еще один до 6 иначе мы просто все это потеряем 4 и все равно и все равно у нас 1 1 до урон ну давайте еще раз долбаним его проверка ловкости на d6 плюс до 10 5 и 6 урона и он нас размазывает сбросить эту карту чтобы уменьшить и урон на 3 это будет 3 урона это перезаряжаем это будет 2 урона и берем это и это чтобы два урона сделать и он опять сбегает забирая у нас предпоследнюю карту благословения скидываем проводницу и благословение выносливость до 4 у нас один не взяли словения и скидываем помощника чтобы следовать не теряя счетчик времени есть давида я ловушка так мы закрыли городскую площадь получив тяжелый арбалет и избавившись от посоха потому что арбалет лучше должен сработать и мы идем в городские ворота а и что исследовать как мы можем исследовать у нас осталось последний ход можем исследовать чем-то не можем тратим ход надеюсь что это у нас мокрится мистическая броня ничего не можем сделать это не монстр можно было бы скинуть эту карту чтобы преодолеть сплотновение с монстром проиграли третья попытка из рена расправиться с аптекарем мокрицы под окером в прошлый раз он закончилась колода времени и он опять ушел отдыхать чтобы набраться сил и сразиться снова у него немножко обновилась колода он свой посох заменил на арбалет своего друга который он случайно нашел в одной из локаций сейчас у него единственное оружие это арбалет и поехали третья попытка надеюсь будет успешно вот арбалет вышел как раз это отлично шестая карта сон мы два раза начинали с деревенского дома исследовать может быть на этот раз попробовать сначала в городских воротах побить всех монстров тем более что у нас вышел арбалет это неплохой шанс и так зря на идет городским воротам чтобы не мокрица под окер не убежал прошлое у нас отбегал несколько раз прошлой партии и поехали дворочный топор и можно его получить проверив силу на 10 так шансов нет силу у нас проверки вообще нету да мы его не взять не можем никак у нас сила идет только до 6 пропадает топор слишком тяжелый для нашего мага и он его просто даже не пробует взять следуем дальше опасный коридор если победим можете следовать снова если не победим получите 2 до 4 боевого урона это слишком опасный коридор ловушка мы можем проверить мудрость внимание ловкости карбатика мудрость у нас на d8 ловкость на d6 берем мудрость на d8 и это все равно нам ничего не даст поэтому надо смотреть чем мы можем колдануть так можете сбросить эту карту в конце любого хода чтобы переместить выбранного персонажа в другую локацию я могу переместить его сейчас чтобы в этот опасный коридор не вступать по идее да я использую левитацию и улетаю городскую площадь и пробую перезарядить 11 перезаряжаю так хладненько этапа это препятствие остается здесь когда нет моего пройдем когда у нас будет по получше набор карт и мы исследуем дальше компаньон шалилу андо сана чтобы его взять нужно мудрость или харизму 6 или 7 харизма у нас d6 мудрость d8 мы пробуем d8 взять и внимание можем усилить внимание не можем 5 пропадает шалилу и мы исследуем снова итак попадается снова преграда орда скелетов продвинутого уровня и проверки нет каждый персонаж находящийся в открытой локации призывает карту прислужника ветхий скелет и вступает с ней столкновение то есть эта штука призывает вместо себя ветхого скелета вот такого красавца если он победы рубящие оружие колющие на него действует плохо так что мы можем у нас как раз колющие оружие здесь бы посох не помешал тем не менее мы уберем нашу ловкость d6 до 10 и нам надо будет выбить 11 так как увеличивается сложность за счет того что они восприимчивались колющим оружие и на всякий случай долбанем еще разряд молнии а это значит что мы берем еще один до 10 и 2 до 4 и бьем моего конечно с большим запасом и пробуем сейчас перезарядить разряд молнии я просто использовал такое роскошное заклинание и для того чтобы освободить месту что два заклинания иметь как бы не очень разумно чтобы перезарядить мы должны чары скинуть 6 3 плюс 2 к сожалению сбрасывается но зато мы бьем ветхого скелета так и исследуем снова манускрипт интеллект знания 8 интеллект у нас 2 нд 12 и знание идет еще плюс 2 принципе он большой шанс взять пробуем 11 взяли так на его положить чтобы не пропадал ход мы берем лучницу и скидываем ее для исследования булава сила ближний бой булава нам не особо нужно но попробуем взять добро все-таки 2 не взяли так и продолжаем исследовать ой тень ой тень я не люблю она как раз одна из причин гибели моего друга харска была так но с другой стороны сейчас то мы имеем магию то есть он был устойчив к немагическим атакам у нас есть много магических вещей в том числе разряд молнии то есть мы можем его победить мы берем тяжелый арбалет и это сила до 6 плюс до 12 до 10 до 10 так вот до 10 это место до 10 до 12 беру так до 10 и и мы делаем разряд молнии кубик чар это до 12 плюс 2 до 4 чтобы попробовать уничтожить и сейчас мы можем уничтожить потому что у нас есть атрибут магия у разряда молнии а тень очень-очень страшный монстр потому что слишком много условий чтобы победить и так она 13 на пяти кубиках есть 13 и мы уничтожаем его так и нам нужно спасти этот разряд молнии нам нужно обязательно выбить выбить 6 и больше на d12 11 есть перезарядили так исследуем дальше геккончик и кончиков силой 8 мы его можем побить этим арбалетом попробовать пристрелить до 10 плюс до 6 10 11 есть надо 10 0 это десятка если что если кто не знает и есть и мы следуем дальше оклинание обнаружения зла мудрость веры мудрость у нас дальше до 8 и мы можем попробовать усилить мы не будем усиливать все равно нечем 6 взяли уберем обнаружение зла и скидываем труба дура как исследователя следующей локации солдат компаньон сила ближний бой харизма дипломатия харизма d6 сила тоже d6 но тут шанс есть мы будем проверяется по силе по силе на d6 и можно быть на усилить нечем не получаем солдатом с волшебниками ему не по пути у него испуганная рожа как его и какие еще волшебники я убегаю так у нас осталось две карты хорошо следуем дальше добьем эту локацию здесь там в конце либо травленная ловушка либо вода кирнаш так мудрость вера мудрость у нас d8 и и вера нету мы пробуем что засчитаем это за 6 на больше наши до 6 берем заклинание исцеления у это хорошая карта это очень хорошая карта и прямо ее сейчас и использую показываю эту карту выбираю персонажа вашей локации себя же можно можно замешайте один d4 плюс один случайных карт из его лак стопки сброса в его колоду а затем сбросить эту карту то есть мы берем до 4 кидаем получаем 4 плюс один то есть пять карт из сброса то есть берем всех все потом их перемешиваем и перезаряжаем нет тут не перезаряжаем тут написано замешайте эти карты хорошо берем колоду и замешиваем карта сбрасывается так а мы можем перезарядить попробовать пройдите проверку верится сложностью 8 чтобы перезарядить но у нас вера нет мы не можем это пройти хорошее заклинание надо будет его ставить если бы им пересобирать колоду в конце так исцеление сделали и мы исследуем последнюю карту этой локации опять он здесь так жалко не закрыли сейчас получается нам надо с ним сразиться и еще и он убежит что мы можем сделать мы берем наш тяжелый арбалет использовать ловкость это у нас до 6 плюс д 10 и ничем и не можем добавить ну поехали нам надо 11 что 4 4 это конечно кошмар это он у нас заберет сейчас тяжелый арбалет и мы в принципе можем на этом заканчивать партию очередную 4 минус 11 это 7 до 5 можно уменьшить этой картой до четырех уменьшить этой и все равно мы ничего не сделаем он забирает у нас всю руку избегает с двумя благословениями но хоть опасный коридор замешается и мы остаемся в этой локации получаем новую руку конечно здорово у нас покоцал и ни одного оружия только разряды молнии ладно так ну и следуем уже добить надо эту локацию так сбрасываем разряд молнии берем кубик чар до 12 плюс два еще два до четвертых два пять шесть что ж такие неудачные броски это кошмар какой-то шесть это это 55 урона 5 урона м3 можем погасить вот этим амулетом сбросим еще два останется два останется манускрипт и зеркальные а подождите у нас есть получаю урон от монстры вы можете выложить эту карту даже бросьте 1 до 4 и если будет не один то мы уменьшаем урон до нуля давайте ха 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 один проверка час чар восемь два все равно сбрасываем и у нас все равно остается два урона идет манускрипт и старейшина и эту мы использовали но мы можем попробовать ее с помощью чар перезарядить нам надо семь три три плюс два сбрасывается и он уходит опять с двумя картами зато куча благословений в других колодах так и добираем нас два три четыре шесть есть ну и следуем что делать и фух благословение богов забираем вместо лучницы которую мы используем как исследовать так подожди мы сначала попробуем забрать забираем и попробуем сначала закрыть сгоните карту с руки левитацию мне не нравится это заклинание если честно я его не совсем понимаю я изгоняю и закрываю локацию так и мы идем дальше идем в деревенский дом криво холмовой великан с силой 15 но у нас есть энергетический снаряд и под двенадцать лет до четвертых и наверно все не хочу я с ним связываться если честно до 15 надо вы на таких кубиках вывести я лучше применю вот эту заклинание невидимости и мы можем прерывать столкновение с монстром то есть монстр у нас просто замешивается обратно а мы попробуем перезарядить вверх у чарного 18 на 8 есть берем разряд молнии отлично два разряда молнии так и я иду наверно все таки пробу в городские ворота посмотреть что там ты наручи защиты меня такие есть можно еще взять почему нет 12 забираем и мы скидываем лучницу и можем перезарядить что-нибудь раскидываем лучницу чтобы исследовать дальше а я опасный коридор проверка мудрости внимание ловкости а мудрость у нас в 8 либо лучше взять ловкость это будет до 6 но у нас есть труба дур который добавляет еще до 6 ловкости хоть какой-то шанс и благословение богов чтобы добавить 3 3 кубик 12 я добавил ну что делать а и не надо было добывать наш последний этот этот я перезаряжаю это последняя рука коридор уходит и мы проверяем дальше благословение богов что ты могу перезарядить я ее беру и и сразу скидываю чтобы исследовать дальше или нет лучше какой лучше невидимость она уже точно не актуально кстати перезарядка пройдите проверку чар со сложностью 8 перезарядить такую карту чтобы вместо то что сбрасывать я же это же условие когда беру что-то заменяют тоже условие сбрасывания почему я не могу проверить проверить 9 и перезарядить ее личная идея так идем дальше зелье исцеления у это нам надо выберите замешайте случайной карты сброса в колоду крови это нам надо очень интеллект ремесло интеллект до 12 отлично до 12 пятерочку надо так добавить что-то можем интеллект нет 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 ну давайте 5 или больше 4 ну блин ну что такое вот этого как бы неудача следом дальше и кончик 8 ну я его энергетическим снарядом попробую 4 есть размажили так и это перезаряжаем пройдите проверку чар со сложностью 6 есть перезаряжается видимость и исследуем дальше меч ну нам нафиг не нужен и мы его все мы не можем взять потому что у нас сила д6 и тут надо восьмерку пропадает следует дальше нами носится выносливость 7 у нас до 4 выносливость или харизма до 6 и можем перезарядить труба дура чтобы добавить еще до 6 на проверку харизмы 6 есть взяли эту труба дура нас перезарядился и знаменосица дошла сюда живем так исследуем дальше есть зайдовитая ловушка так хочу радуюсь мама проверка проверка ловкости нужно ловкость у нас только что труба дур ушел так проверка ловкость и у нас до 6 до 6 и мы скидываем благословение богов чтобы добавить еще один до 6 другого никак другом никак 2 единички 2 единички это значит что нам дается урон 1 минус 1 урона нету но это хорошо и это замешивается обратно богословение богов уходит получается мы этим и зрением не можем проходить из ядовитые ловушки потому что они на ловкость у нас нет ни толковой ловкости не не благословений как правило она будем иметь ввиду при сборе следующей колоды дальше есть макрица энергетический заряд чары плюс два до четвертых это какой-то кошмар 46 еще пять урона так можем продуть и потерять все что насобирали опять знать снова снова с начальной этой так перезаряжаем ручьи получается так 3 а подождите я же кидаю чары а чары у меня плюс 2 то есть два четыре пять восемь 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 то есть урон три урон три урон три урон 31 с перезаряжаем урон 2 это перезаряжаем да и урон 2 нам надо как-то погасить урон 2 мы не можем никак погасить мы не можем погасить нам надо 2 2 урона отдать и после набора руки у нас только пять карт и мы погибаем след за хорском эзрен также погибает в битве с макрицей под окером и на этом очередная битва заканчивается и до новых встреч я думаю что за этих и у хорска и у эзрена найдутся еще друзья чтобы прийти и все-таки воскритается с этим злодеем а пока будем выбирать нового героя и надеяться что он будет более удачлив в битве